Статья о христианском святом об имени С.М. Статью Пантелеймон Пантелеймон до крещения Пантелеймон Христианский святой, почитаемый в лике великомучеников, целитель, врач безмездный. Память совершается в православных церквях. 27 июля по юлианскому календарю в католической церкви. 27 июля по григорианскому календарю. Жизнеописание родился вне комедии в семье знатного язычника и получил имя Пантелеймон. Его мать Евула была христианкой и воспитывала сына в своей вере, но умерла, когда Пантелеймон был в отраческом возрасте. Его отец отдал сына в языческую школу, а затем поручил знаменитому врачу Евфросину для изучения Пантелеймоном врачебного искусства. Вскоре о нем услышал римский император Максимиан, пожелавший видеть Пантелеймона при своем дворе. Проживавший вне комедии пресвитер Ермолай заметил Пантелеймона и начал рассказывать ему о христианстве. Согласно житию, Пантелеймон уверовал в Иисуса Христа после того, как, увидев ребенка, умершего от укуса змеи, он по молитве к Иисусу Христу воскресил его. После этого он принял крещение от пресвитера Ермула и получил имя Пантелеймон. Став безвозмездным врачом, Пантелеймон лишил многих врачей доходов и на него поступил донос императору Максимиану, что Пантелеймон посещает в тюрьме христиана и лечит их именем Христа. Император призвал Пантелеймона и просил опровергнуть донос. Святой предложил императору призвать одного неизлечимого больного и устроить испытание, кто исцелит его, он или языческие жрецы. Вера того и должна быть истинная. Согласно житию, языческие жрецы не смогли исцелить больного, а Пантелеймон силой молитвы даровал расслабленному исцеление. После этого многие уверовали во Христа, а Максимиан ожесточился на Пантелеймона и приказал истязать его, а затем бросить тяжелым камнем в море. Но Пантелеймон остался невредим, тогда его подвергли новым мучениям. Повесили на дереве, жгли свечами, потом рвали железными когтями, колесовали, бросали в кипящие олово, пытались утопить в море. Дикие звери, которым он был брошен на растерзание, лизали ему ноги. После всех истязаний Пантелеймона приговорили к усекновению головы. Его привязали к масличному дереву и хотели отрубить голову, но святой стал молиться и меч не причинял ему вреда. Во время молитвы голос с небес призвал Пантелеймона в Царство Небесное и святой попросил воинов исполнить данный им приказ. Согласно житию, когда ему отрубили голову, то из раны потекло вместо крови молоко, а маслина тут же покрылась плодами. Брошенное в костер тело великомученика не сгорело и было погребено христианами. Глава Пантелеймона хранится в Пантелеймоновом монастыре на Афоне. Частицы мощи святого находятся во многих городах России. Православной церкви Пантелеймон почитается как покровитель воинов, а также как целитель, что связано с его вторым христианским именем Пантелеймон. Всемилостивый. Иконография. Православной традицией на иконах изображается в образе юноши без бороды, кудрявой в одеянии. В традиционном для изображения целителей синим хитоне с золотыми нарукавниками, синей рубашке с золотым оплечем и коричневом плаще, собранном на груди, на левом плече узкая белая лента, подобная диаконскому орорю. В правой руке мученический крест, в левой коробочка для лекарств по форме напоминающая чудотворные реликвии. При изображении страданий святого Пантелеймона Ермине Дионисия Фурнеографиота указывает, был привязан к цветущей маслине и обезглавлен. Извы его вместо крови текло молоко. Памятники. Памятник Пантелеймона Уцелителя в Г. Батайске открыт 9 августа 2013 года. Скульптор С. Исаков.